Сельчане выразили недовольство из-за серьезных проблем с инфраструктурой в своем населенном пункте в Западно-Казахстанской области. Отсутствие воды, света и школ превращает их жизнь в ежедневную борьбу за элементарные условия. Как долго им еще ждать решений, кто возьмет на себя ответственность за их исполнение, узнавали наши корреспонденты. Северо-западный микрорайон, расположенный в селе Володарское района Байтирек, столкнулся с серьезными проблемами, несмотря на активно развивающееся строительство. Жители новостроек, купившие дома в надежде на комфортное проживание, оказались в крайне затруднительном положении. Одна из самых острых проблем микрорайона – полное отсутствие уличного освещения. В темное время суток район погружается в кромешную тьму, что создает опасные условия для местного населения. Еще одной болезненной проблемой для жителей новостроек стала вода. Заключение договоров на водоснабжение затягивается, и многие дома остаются без доступа к воде. «Поскольку это новостройка, в районе не установлены прожекторы и уличное освещение. У нас много семей, и мы беспокоимся отпускать детей на улицу, особенно зимой, когда ничего не видно. Мы обращаемся с просьбой установить освещение. Кроме того, хотя нам предоставили счетчики для воды, их до сих пор не подключили». Помимо проблем с электричеством, на плечи родителей легла еще одна серьезная забота – состояние учебных заведений. Школы в районе находятся в аварийном состоянии, а мест для всех учащихся попросту не хватает. В результате дети вынуждены учиться в три смены. «Я многодетная мама и живу намного дальше от школы. Я не могу каждый раз отправлять детей на такси, поэтому они ходят в школу пешком. Школа признана аварийной, и нам обещали, что ее будут ремонтировать». Несмотря на многочисленные обращения и жалобы со стороны жителей, вопросы освещения и водоснабжения остаются без решения. Как сообщает заместитель Акима района Байтирия Камурат Залмуканов, данные вопросы решаются. «В наших планах строительство новой школы, и в данный момент мы ожидаем проведения конкурса. Что касается водоснабжения, водопровод уже установлен, и мы ждем подключения пользователей. По просьбе жителей, воду планируется подключить либо в конце этой, либо на следующей неделе. Электричество проведено, земля находится на балансе, этот вопрос уже рассматривался. В настоящее время мы продолжаем работу над его решением». Жители продолжают ожидать, когда власти и застройщики примут меры для устранения проблем. Но пока ситуация не меняется.